29 сентября принято считать Всемирным Днём Сердца. Начиная с него проходит и Национальная Неделя Здорового Сердца. Сердечно-сосудистые заболевания – основная причина смертности во всем мире. Ни по какой другой болезни ежегодно не умирает столько людей. Это одна из самых актуальных проблем во многих странах, в том числе и в России. Чем болеет сердце и каковы факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний? Эти и другие вопросы мы обсудим прямо сейчас. Это программа «Время говорить». Меня зовут Анна Бережная. И у нас в студии сегодня Наталья Валентиновна Кулакова, кандидат медицинских наук, доцент Института терапии инструментальной диагностики Тихоокеанского государственного медицинского университета и врач-кардиолог. Здравствуйте. И Татьяна Николаевна Минеева, заведующая кабинетом межведомственной связи, врач высшей категории Краевого центра медпрофилактики Владивостокского клиникодиагностического центра. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну давайте, наверное, для начала выясним и расскажем телезрителям, что же такое сердечно-сосудистые заболевания. Сердечно-сосудистые заболевания являются, конечно, наиболее актуальной проблемой здравоохранения большинства всех стран, как развитых стран, так и с низким развитием. Почему? Потому что, конечно, в последние годы наметился прогресс, что во всех этих странах научились справляться с острой патологией. Но остается проблема, что хроническое течение заболеваний сердечно-сосудистых, она, конечно, очень важна этой проблемой, и смертность от хронических течений все равно остается ведущей в нашей жизни. Всемирная организация здравоохранения в ближайшие годы, однако, прогнозирует, что будет рост смертей от сердечно-сосудистых заболеваний. Почему? Потому что люди, уже имея хроническое течение, у них будет снижаться качество жизни и, конечно, прогнозируемая смертность. Плюс наши нации стареют, которые также оказывают такое влияние. Особенность жизни человека, который еще не имеет какие-то хронические заболевания, который считает себя здоровым. Все-таки последние годы особенности жизни говорят о том, что наши граждане России употребляют никотин, алкоголь, не следят за массой тела и другими факторами, которые тоже будут прогностически влиять на качество жизни и, конечно, на показатели статистические смертности. Конечно, в нашей России женщины несколько дольше живут, чем мужчины. Примерно это 12,5 лет. Как можно объяснить эту ситуацию? Что женщины лучше следят за собой? Да нет. Почему? В принципе, современный мужчина тоже может влиять на такие факторы риска, как курение, алкоголь. И тогда его тоже прогностически будет увеличиваться прогноз жизни, качество жизни. Но, однако, существуют разные факторы, на которые мы влиять не можем. В последнее время существует профилактика, которая делится на первичную, вторичную и третичную профилактику. В нашей программе имеет место говорить о первичной профилактике, потому что именно здесь мы среди здорового населения, условно здорового населения, пытаемся выявить те факторы риска, которые в перспективе могут оказать на вероятное формирование сердечно-сосудистых заболеваний. Вот вы сказали про факторы риска. Так какие все-таки это факторы? Понятно, что их просто огромное множество, тем более сегодня, когда у нас абсолютно некачественные продукты питания и так далее по списку. Давайте озвучим все же их. Ну, в общем-то, если говорить так в целом о множестве факторов риска, которые влияют на развитие сердечно-сосудистой патологии, то где-то около 200 таких факторов. Но все-таки мы берем основные, те, которые чаще всего встречаются, те, которые чаще регистрируются, и от них чаще всего страдают люди. Это, опять-таки, вредные привычки. В первую очередь, это курение, употребление, злоупотребление алкоголем, это влияние стрессовых каких-то ситуаций, хронического стресса на состояние здоровья человека. Это неправильное наше питание, это недостаток употребления плодовочной продукции, это избыточная масса тела, это наша гиподинамия, когда мы мало двигаемся, больше сидим за компьютером, да, у телевизора, то есть наша работа сидячая. Много различных таких факторов. Это артериальная гипертония, тоже она относится к ведущим факторам, то есть стойкое повышение артериального давления. Это и другие хронические заболевания, к примеру, такие, как сахарный диабет, ожирение, многие другие заболевания. То есть они тоже влияют на состояние здоровья, на состояние сердечно-сосудистой системы. И, в общем-то, эксперты Всемирной организации здравоохранения говорят о том, что в мире около 17 миллионов человек ежегодно погибает от сердечно-сосудистых заболеваний. Ну а к 2030 году, опять-таки, прогнозы Всемирной организации здравоохранения, что посмертный диагноз сердечно-сосудистых заболеваний будет регистрироваться, ну, у 230 миллионов человек, почти у такой цифры большой. Если нам говорить о нашем Приморском крае, о Приморье, где мы с вами живем, то у нас, в общем-то, за последние три года наметилась такая тенденция к снижению смертности от сердечно-сосудистой патологии от болезни системы органов кровообращения. И несколько снизилась общая заболеваемость сердечно-сосудистой патологии. Но, тем не менее, вот последнее время у нас больше стало впервые выявляемых людей сердечно-сосудистыми заболеваниями. Но это даже может быть и в чем-то плюс. Дело в том, что люди стали более активно приходить на диспансеризацию, стараться выявлять факторы риска своих заболеваний. Начальные какие-то стадии сердечно-сосудистых заболеваний стали больше обращаться и в центры здоровья для того, чтобы выявить какую-то начальную патологию, либо факторы риска. И, естественно, наблюдаются, их берут на учет на диспансерный и с ними работают. И очень важно здесь отметить, что каждому человеку нужно выработать у себя культуру здоровья. То есть это регулярное обследование, это либо профилактические осмотры, либо это посещение раз в три года диспансерных осмотров, это посещение тех же ежегодных центров здоровья, где факторы риска выявляются. Для того, чтобы своевременно выявить те или иные отклонения в состоянии здоровья, скорректировать эти факторы риска и тем самым сохранить здоровый и активный образ жизни на многие годы. То же самое, значит, корректируется образ жизни, то есть даются рекомендации по образу жизни, какое питание необходимо, какая двигательная активность в том или ином случае человеку необходима, какие физические нагрузки действительно человеку нужны в том или ином состоянии. И таким образом, конечно, человек сам должен сохранять свое здоровье, сам заботиться о нем. Мне кажется, еще очень хотелось бы остановиться на такой проблеме, как воспитание подрастающего поколения. Сегодня мы очень часто видим нелицеприятные картины на улице, как мамы воспитывают в кавычках своих малышей и какой пример они им преподносят. Давайте поговорим об этом, обсудим. Дело в том, что действительно, вот наш центр медицинской профилактики, он в течение ряда лет проводил мониторинг вредных привычек среди детей, подростков и молодежи. И, к сожалению, выявляется такой факт, что первая проба сигареты уже оказывается у ребенка в 6-7 лет. Начало употребления спиртных напитков тоже относится к детскому возрасту 10-12 лет. То есть пробуют спиртные напитки в этом возрасте. И отмечают дети, что именно они попробовали часто очень спиртные какие-то напитки, те или иные, именно в семье. Когда родители во время застолья, во время какого-то праздника, употребляя спиртные напитки, сами дают, ну, глоточек дают ребенку попробовать. Но, тем не менее, эта культура, вернее, бескультура поведенческая у ребенка уже закладывается с вот этого возраста. Другой вопрос еще состоит в том, что курение у нас как фактор риска, да, один из важных факторов риска, он провоцирует, опять-таки, поведенческие привычки с детского возраста. То есть родители курят, родители курят при ребенке, ребенок это видит и считает, что в порядке вещей закурить ему. Еще проблема состоит относительно курения и в том, что помимо активного курения существует такое понятие, как пассивное курение. Когда родители курят или члены семьи, или другие родственники, близкие люди курят при ребенке, то провоцируется то же самое состояние у ребенка и вообще у некурящего человека, что и может вызваться именно и курением, активным курением. То есть это тоже, пассивное курение, тоже очень серьезный фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний. Какие симптомы являются сигналом к тому, что пора обращаться к специалисту и у взрослых, и у детей? Ну, для того, чтобы ответить на этот вопрос, наверное, я бы хотела добавить, Татьяна Николаевна, немножко, что вот стратегии развития вот этих факторов риска, это уже более 50 лет, то есть почти более чем полувека, достаточно серьезные исследования были проведены в этом направлении. И все те факторы риска, которые Татьяна Николаевна перечислила, они, конечно, в последнее время разделили их немножечко, как на модифицируемые и немодифицируемые факторы риска. То есть немодифицируемые, которые мы ничего не сможем сделать. Это, конечно, уже возраст, пол и генетическая предрасположенность. Поэтому, если даже и в перспективе мы будем говорить о каких-то заболеваниях, мы должны это учитывать. Но влияние они уже не будут такого сильного иметь. Это больше для статистической обработки. Другое дело, когда модифицируемые факторы риска, которые непосредственно влияют на возникновение этих заболеваний, они делятся на поведенческие, то есть от нашего поведения, образа жизни, и биологические, которые вследствие вот этого поведения уже сформировались. То есть повышенная артериальная цифра давления, это непосредственно ожирение, это избыточная масса тела, которая предшествует ожирению, сахарный диабет. Именно вот эти позиции и надо как можно раньше отслеживать. Поэтому на что мы должны обратить внимание? Да, мы спросим про все поведенческие факторы риска, то есть курение непосредственно, это неправильное питание, употребление алкоголя, психоэмоциональное перенапряжение, которое в последнее время играет очень большую роль. И, конечно, будем задавать на те биологические факторы, уже выяснять, которые сформировались. А именно, что врач будет фиксировать у пациента? Это уровень артериального давления, это уровень холестерина, индекс массы тела, и непосредственно, конечно, уровень глюкозы, который в перспективе, при неправильном его контроле и повышении, может привести к сахарному диабету. То есть это основнополагающие позиции, которые документально подтверждены при всех диспансерных наблюдениях, профосмотрах, которые мы пытаемся выявить. Давайте сейчас сделаем небольшую паузу. Мы прервемся на короткую рекламу, а после продолжим наш разговор. Оставайтесь с нами. А мы продолжаем наш разговор о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Давайте, наверное, поговорим все-таки как раз-таки о профилактике, да? Что нужно сделать, как, куда обращаться. В общем, нас интересуют все нюансы, все подробности. Помимо выделения факторов риска, о котором мы только что говорили, в последнее время разработана эффективная стратегия профилактики. На настоящий момент рассматривается популяционная профилактика, то есть это средства массовой информации, это лекции, это информация с помощью листочков, да? То есть таким образом донести до массы непосредственно образ жизни человека, здоровый образ жизни человека. Второй этап – это стратегия высокого риска. То есть это выявление с путем диспансеризации, профилактических осмотров – это выявление тех факторов риска, которые уже реально могут привести к заболеваниям. И третий этап профилактики – это стратегия вторичной профилактики, которая не только не медикаментозную коррекцию применяется, но и медикаментозную. Где сегодня могут подсказать, чем помочь, да? Я думаю, что Тяна Николаевна дополнит, подскажет, куда обратиться за помощью. Ну, поскольку нам нужно начинать с коррекции факторов риска обязательно и каждому человеку, то человек может прийти в поликлинику по месту жительства, каждый человек с полисом со своим, и абсолютно бесплатно пройти либо профилактический осмотр, делается это один раз в два года, либо пройти диспансеризацию. Один раз в три года проводится диспансеризация для населения. Кроме того, выявление факторов риска можно определить и в центре здоровья. У нас при Владивостокском клинико-диагностическом центре есть прекрасный центр здоровья, куда приходят и взрослые, и дети. Проводится выявление функциональных способностей организма, адаптационных способностей организма, функциональной работы сердечно-сосудистой системы. Определяются именно факторы риска, даются коррекции, рекомендации по коррекции образа жизни, даются рекомендации на дальнейшее, если это есть необходимость, обследование какие-то, да? И человек должен выполнять, главное, чтобы человек именно сам понял, что выполнять все эти рекомендации, соблюдать их он должен сам, без какого-то толчка извне. Рекомендации получил, и будь добр, делай все на благо своего здоровья. Я хочу отметить вот еще что, что у нас сейчас работает автопоезд «Забота», который по территориям нашего Приморского края ездит, и узкие специалисты, и терапевты, и педиатры осматривают население в самых отдаленных уголках нашего Приморского края, в селах, в поселках, в деревнях. И сейчас проводится статистическая обработка этих данных, и в дальнейшем мы будем, конечно, знать результаты, но я сразу скажу, что действительно и сердечно-сосудистые заболевания выявляются путем вот такого обследования врачами автопоезда «Забота». И наш Владивостокский клиникодиагностический центр активное участие принимает вот в работе этого автопоезда. А какие-то еще, может быть, акции, специальные мероприятия проходят? Ну, конечно же, проводятся. Если мы говорим о первичной профилактике, о популяционном методе, то, конечно же, наши специалисты работают напрямую и тесно очень со средствами массовой информации, проводят различные акции и в учебных заведениях, и в библиотечной системе, вообще с населением. И лекции, и тренинги по здоровому образу жизни, и распространение вот таких наглядных, каких-то небольших материалов, то есть флайеров, буклетов, брошюр для населения, которые несут информацию и о профилактике заболевания, о факторах риска и о том, куда можно человеку обратиться и что он должен сделать конкретно. Мы вот тоже в рамках автопоезда «Забота» побывали, наш центр медицинской профилактики и в Пожарском районе, в Светлогорье, и в Барабаше, в Шкотово побывали, тоже несли информацию населению о здоровом образе жизни. К сожалению, население, правда, не всегда прислушивается, потом еще грешит на специалистов, насколько мне известно. А есть специальный закон, когда человек просто обязан сам следить за своим здоровьем. Да, у нас имеется федеральный закон от 21 ноября 2011 года, его номер 323, об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации, где в пункте 12 прописано, что такое профилактика и определен, как комплекс мероприятий направлен на сохранение и укрепление здоровья. И еще имеется очень важная статья, это статья 27, где написано, что гражданин России обязан заботиться о своем здоровье. Фактически, это первый раз так было очень серьезно прописано, что это вносится в обязанности гражданина России. И второй подпункт говорит о том, что гражданин обязан в случае предосмотренной законодательства Российской Федерации проходить медицинские осмотры по направлению как работодателя, так и индивидуально, то есть диспансеризация, один раз в три года. Это юридически внесено в федеральный закон. Хотелось бы отдельно поговорить об инфарктах и инсультах. Расскажите об этих заболеваниях, которые уже как следствие, когда человек не следит за собой, и которые могут, к сожалению, в большинстве случаев привести и к летальному исходу. Конечно, вроде бы два разных заболевания, инфаркт миокарда и ишемический инсульт. Но причина в этом заболевании одна, это атеросклероз. Это то самое первое начало, то первое зерно, которое началось в сосудистой стеночке и приведет к формированию атеросклеротической бляшки. Вроде бы мы должны задать вопрос, когда идет начало формирования этой бляшки? Фактически с нашим рождением. Поэтому, если эти все факторы риска, которые мы перечисляли выше, будут иметь место у каждого гражданина России, то вот эта атеросклеротическая полосочка постепенно превратится в атеросклеротическую бляшку и происходит закупорка сосуда артерии, непосредственно питающий участок либо сердца, либо мозга. Надо, конечно, отделять геморрагический инсульт, потому что это причина, в основном, разрыв, и лечение несколько другое будет. Но благодаря тому, что все-таки статистически таких пациентов гораздо меньше, чем с ишемическим инсультом, поэтому и объединенный инфаркт миокарда и ишемический инсульт как бы в одну группу. Все те факторы риска, о которых мы говорили, но на первом месте это стоит дислепидемия, то есть повышенный холестерин. Так как атеросклеротическая бляшка, она исторически все-таки постепенно формируется в человеческом организме, поэтому мы должны ее немножечко приостановить, как убрать те факторы риска, которые провоцируют. Это повышенное артериальное давление, это курение, это неправильное питание. Но и постепенно, если мы с помощью немедикаментозного уже не получается приостановить формирование атеросклеротической бляшки, тогда, конечно, медикаментозная терапия. Но надо немножечко отличать. Все те профилактические меры, которые направлены, это не то лечебное воздействие, которое уже формируется при той болезни. Чтобы у наших граждан России не было страха, нужно идти, обследоваться, проводить диспансеризацию. Если вас отправляют с производства, то и профосмотры раз в два года. Именно это дает возможность выявить на ранних этапах. У нас существуют различные методы выявления, но первоначально пациент должен сдать липидный профиль, узнать свой общий холестерин и разложить на составляющие части. К слову, говорили про спад у нас в крае заболеваемости, людей с сердечно-сосудистыми проблемами. Как считаете, мы несколько факторов перечислили, почему это происходит, но все-таки хочется, опять же, уделить этому внимание и выяснить, почему сегодня, слава богу, есть такая положительная динамика. Это связано с тем, что сегодня все-таки уже спорт снова в моде, или нет, или не только поэтому? Все-таки люди поворачиваются сейчас в сторону здорового образа жизни, более прислушиваются к рекомендациям врача, более внимательно относятся к различного рода информации, полезной информации, я имею в виду, и стараются внедрять ее в свою жизнь. Поэтому, может быть, действительно более активно идут, повторю еще раз, на профилактические осмотры, на диспансеризацию, когда они могут своевременно скорректировать те или иные факторы риска и постараться предотвратить заболевание, либо выявить на начальных этапах заболевание это для того, чтобы можно было не только медикаментозно повлиять, но и именно изменением образа жизни повлиять на свое самочувствие, для того, чтобы продлить свое хорошее состояние здоровья. Мне бы хотелось добавить, конечно, у нас наметилась тенденция снижения статистически, потому что идет очень хорошая диагностика и лечение острых форм. Мы знаем, что существуют сосудистые центры, которые забирают на себя пациентов сразу с острой патологии в течение нескольких часов и проводят высокотехнологическое лечение. Но у нас остается большая группа с хроническими заболеваниями, которые носят именно вклад в повышение тех цифр смертности, которые бы мы хотели иметь ниже. Поэтому любой гражданин России должен знать, что снижение массы веса на 2 кг – это фактически снижение на такой же процент, на 2 мм ртутного столба – это артериального давления. Каждый пациент должен знать, что физическая активность должна быть адекватной. Если происходит менее 30 минут в день в среднем темпе, это низкая физическая активность, и это является фактором, который мы должны коррегировать. Поэтому каждый пациент, уже получая такую информацию, он должен стремиться наращивать свою физическую активность. И еще хотела бы сказать, дополнить про курение. Даже одна сигарета в день – это уже курение. Пассивное курение – это равняется одной сигарете в день, особенно что касается детей, которые находятся возле курящих мам. А если, наверное, постоянно, то и не одной, да? Да, ну здесь уже, конечно, увеличивается. Поэтому все те поведенческие формы, которые закладываются в детском и возрастном, в детском периоде и в подростковом периоде, они, если не будут коррегированы педиатрами или в центре здоровья, то они плавно начинают перетекать на взрослый период, и в результате мы получаем уже серьезные факторы риска и уже серьезные заболевания. Как итог нашей программы можно, наверное, подвести так его, что все-таки каждый из нас сам кузнец своего счастья, своей жизни, и по большей части все в наших руках, и мы просто должны следить за собой, вести правильный образ жизни, и тогда у нас будет меньше риска к сердечно-сосудистым заболеваниям. У меня к вам есть последний вопрос, еще раз, наверное, стоит озвучить. Куда в первую очередь обратиться, если возникают проблемы или симптомы сердечно-сосудистых заболеваний? У нас есть поликлиники, куда можно прийти человеку по месту жительства со своим полисом и обратиться именно в первичное звено здравоохранения к своему участковому терапевту либо к своему участковому педиатру, если это ребенок, пройти у него обследование, получить опять-таки рекомендации, назначения какие-то для того, чтобы их выполнять. А я хочу еще раз напомнить, что у нас девиз Всемирного дня здоровья в этом году – это сердце для жизни. Мне бы хотелось бы наполнить, если возможно, то у нас на территории Приморского края в 2013-2014 году проходило крупное исследование, эпидемиологическое исследование сердечно-сосудистых заболеваний. Именно принимали участие и врачи первичного звена, 4 поликлиники города Владивостока и Надеждинский район, и мы выявляли эти факторы риска. Пациенты сперва шли неохотно, которых мы приглашали. Впоследствии, конечно, они прочувствовали это и больше обращались, более активно. Все те факторы, которые риском мы выявили, измененные анализы, исследования – это было донесено до граждан нашей России, до пациентов. И если их факторы риска превышали среднестатистически, они получили возможность иметь бесплатное дальнейшее наблюдение, которое будет продвигаться в течение 10 лет. И это исследование является частью глобального исследования всемирного. В результате будет изменена шкала скор, которую пользуются многие врачи для выявления факторов риска, именно не с установленными еще диагнозами. Так что время покажет, и Приморский край тоже внес лепту в это исследование. Что ж, нам пора заканчивать. Спасибо большое, что пришли к нам. Я желаю вам удачи и успехов в вашем нелегком, но очень хорошем деле. Спасибо. Я напоминаю, что это была программа «Время говорить». В студии работала Анна Бережная. Увидимся на восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин